Октябрь в этом году для дагестанцев выдался теплым, но уже сегодня умеренную погоду, которая восстановилась в республике в эти дни, сменила значительное понижение температур. К республике подошел холодный фронт и по осеннему теплые дни сменила пасмурная погода. А каковы прогнозы синоптиков на ближайшие дни, расскажет Зумруд Гамидова. Понижение температуры, ветер и временами дождь. Именно такая погода ожидает дагестанцев в ближайшие дни. В гидромедцентре уверяют, что это норма, просто осень вступает в свои права. Резкого похолодания, по словам синоптиков, не произойдет. Завтрашний день территория Дагестана оказывается под воздействием холодного фронта, который рванулся на Европе, часть России, Арктики. И, соответственно, пойдет понижение температуры. Кроме того, начиная с вечера среды в Дагестане ожидаются дожди, которые продолжатся и в четверг. Похолодание связано с надвигающимся севером мощным холодным фронтом, который накроет Россию в ближайшие дни. Дожди продержатся в Махачкале до 8 ноября, однако после повторится ясная солнечная погода. Ноябрь в целом по температурному режиму ожидается высшая многолетняя норма. По прогнозу Дагестанцев, ноябрь в месяц по температурному режиму ожидается высшей нормой. Но как в октябре на 5-6 грамм высшей нормы не будет, то на 1-2. А осадки будут попадать больше. В октябре у нас осадок почти не впадал, и в сентябре будет дождливой. Такого продолжительного бабьего лета не было уже на протяжении длительного времени. Это, конечно, не может не радовать жителей столицы. Однако слишком тёплая осень неблагоприятно сказывается на аграрном секторе. В горах, как полагается, прохладнее. Столбик термометра опустится до минус 4 градусов. Будут осадки идти, преимущественно в виде дождя. В горных районах, приходящий мокрый снег. И, соответственно, чуть дальнее, 1-2, ночные температуры и дневные в горных районах на высотах, особенно выше 1500 метров, будут отрицательны. Что касается зимы, то средняя температура воздуха будет примерно такой же, как в предыдущие годы. Сильно холодов не будет, обещают синоптики.